всех приветствую дорогие друзья и сегодня я хочу вам рассказать и показать что же такое система жидкостного охлаждения спросите вы почему не водного потому что вы знаете система водного охлаждения свого она вроде как на бумаге так называется а на самом деле очень мало систем в которых при представлено в качестве хладагента носители тепла по контуру вода больше это вся какая-то знаете химия присадки химия которая выпускается компаниями выпускающими всякие знаете жидкости для и свой и так далее и тому подобное то есть по идее в контуре чистая вода редко когда функ циклирует в основном это жидкость с какими-то химическими присадками и так далее и тому подобное это не совсем вода поэтому правильнее говорить система жидкостного охлаждения и сегодня я хочу рассказать об основных элементах этой системы ведь они у меня уже такие пошарпанные я владею системой жидкостного охлаждения достаточно давно и хочу сразу сказать есть несколько подходов к построению системы жидкостного охлаждения ну во первых это подход рационализма то есть вы можете ограничиться предметами которые реально необходимы есть подход эстетический вы можете ограничиться предметами вернее вы можете не ограничиваться предметами вы можете купить самое на нужное еще докупить всяких знаете непонятных вещей лично для меня потому что я сторонник рационализма но каждый преследует свои цели сейчас систему жидкостного охлаждения на собирать ну скажем так стоит если вы поклонник эстетической красоты и если вы хотите тишину по большому счету сейчас системы не такие как были раньше 3-4 года назад сейчас железо стало холоднее и задача как можно больше тепла отвести уже не стоит то есть сейчас по большому счету отлично справляется и воздух естественно если у вас система там из четырех титанов и гипер разогнанного процессора вода нужна потому что этот вой слушать и снимать тепло гораздо лучше системы жидкостного охлаждения вернее чтобы войне слушать но это как раз одна из причин тишина на самом деле мне кажется эти титаны бы работали и на обычном воздухе и собирают и ничего страшного с ними не происходит тишина главное главный критерий тишина и эстетичность если раньше вы получали еще буст к разгонному потенциалу то теперь он не так важен потому что железо стало очень мощное и даже на воздухе достаточно прилично гонится так вот система жидкостного охлаждения состоит из достаточно малого числа элементов нужного числа элементов это обязательно должен быть теплосъемник вы видите в данном случае это представлен водоблок на процессор он у меня полностью из меди с никелировкой есть много разных фирм этот компании ека watercooling это по-моему слова словаки делают он один из топов на сегодняшний момент я вам вчера про него уже рассказывал то что он в черных разводов из-за того что я во время чистки силе там грубо говоря его передержал так вот в компьютере есть несколько теплосъемников и устройство у них практически идентичное это обычно медная пластина с желобками по которым течет вода это медная пластина имеет определенное строение под видеокарту под материнскую плату под память под систему питания материнской платы и так далее и тому подобное но сути у них остается одна и та же это медная пластина она накладывается через термо пасту или термо прокладку к греющемуся элементу грещийся элемент передает тепло на эту медную пластину а протекающая вода по желобкам забирает это тепло и все охлаждает поэтому нельзя говорить что вот это вот у нас full кавер на видеокарту этого не на материнскую плату это на центральный процессор нет грубо говоря это все теплосъемники с одним принципом работы просто разные формы поэтому я не буду заострять на этом внимание скажу лишь что что они бывают разных типов теплосъемную поверхность можно сделать в виде желобков можно сделать в виде иголочек и так далее и тому подобное все теплосъемники должны отвечать двум критериям качественные это поток воды чем больше тем лучше и низкий гдс гидродинамическое сопротивление и вот как раз фирма яка она обеспечивает хороший теплосъем при относительно низком гидродинамическом сопротивлении и хорошем потоке то есть чем более чем быстрее у вас водичка по контуру гоняется тем лучше есть много фирм яка свифтек и так далее и тому подобное даже битс пауэр пускает но суть остается такой что вам нужно выбирать водоблок по вот этим критериям теплосъем и скорость потока больше по большому счету ничего не важно ну так как я уже говорил что эстетическая сторона вопроса тоже является немаловажной то еще конечно то как он выглядит далее еще один момент без которого систему жидкостного охлаждения обойтись не может это помпа то что движет воду по контуру вот этот хладагент который снимает степя с теплосъемников жидкостью тепло и несет ее к радиатору вот это помпа вот видите она такого маленького компактного размера сама помпа нижняя ее часть верхняя часть это так называемый топ я его покупал отдельно он стоит относительно недорого в районе тысячи полутора что делает этот топ во первых топ выглядит симпатично во вторых топ является облегчением труда и доступа к помпе то есть увидите он такой монолитный с входом и выходом потока воды и также можем он могут быть разные топы которые могут объединить две три помпы 4 помпы и так далее работать каскадом увеличивая мощности поток воды что важно в помпе в помпе есть два основных параметра это скорость потока и высота столба скорость потока показывает о том как в условиях отсутствия гидродинамического сопротивления может движет двигаться вода вот как это крыльчатка может разогнать поток воды а а высота столба это показатель того как пол поможет продавить сопротивление то есть есть две массовые таких помпы от компании line это d5 и ddc так вот в чем фишка d5 обеспечивает быстрый поток воды она быстрее ддс а ддс больше высоту столба создает то есть если вам нужно продавливать системы с большим гидродинамическим сопротивлением а гидродинамическое сопротивление создает такие вещи как множество водоблоков тонкие трубки шлангов обилие радиаторов в контуре и так далее и тому подобное в общем где вода дико тормозится то лучше брать помпу от вот именно этой модели ddc есть несколько вариаций в общем разберетесь поэтому есть еще и многие конечно берут в каскад несколько ты пятых или вообще одной d5 ограничивается но обычно это состоит из одного водоблока на процессор одного водоблока на видеокарту радиатора и достаточно толких толстых трубок если сделать каскад из ddc шик вот таких вот сигаретных пачек то они будут проталкивать воду чуть медленнее но обилие всяких препятствий на пути они будут проталкивать более качественные поэтому не всегда скорость потока является конечной то есть заявлено там столько-то а вот в вашем контуре это скорость потока может снижаться и может случиться так что в особо плотном контуре вот более медленная но более такая тяговитая попа сможет выдать поток быстрее чем более быстрая помпа поэтому надо выбирать помпу под определенный контур они не конкуренты друг другу d5 или ddc они просто немного для разных задач что делает топ помимо того что он крепкий и красивый и создает дополнительное удобство во всяких там знаете установках это еще камера камера в которой крутится лопасти помпы и эти лопасти помпы камеры вообще такие интересные то есть сверху поступает вода падает на крыльчатку раскручивается и выходит с этого бока то есть если правильно спроектировать смоделировать камеру то этот топ сможет еще дать увеличение потока и плотности этого потока то есть не все так просто не просто сделал там углубление в котором уродится крыльчатка и остался доволен нет есть компьютеры которые разрабатывают эту камеру так чтобы хорошо сказываться на потоке обычно у помп выходит два проводка супер на само питание и вот такая вот штучка это контроллер оборотов чтоб если у вас там нету всяких вентиляторов я лично подключаю процессорному контроллеру что у меня материнская плата не пищала что у меня не подключен процессорный кулер ну да ладно помп у нас толкает воду далее радиатор вы видите у меня там такой здоровый ну 9 секционный не совсем чистый 9 секционный потому что вода идет в нем непоследовательно а поступая в вход разделяется внутри потока параллельных поэтому это не совсем чистый 9 секционный а ну скажем так расширенный такой эти три радиатора по три ну ладно дело не в этом справляется он со своей задачей хорошо мне нравится и суть не в этом не в том что какой у меня радиатор о том что он занимается собственно говоря отдачи тепла в среду то есть охлаждением проходящий по нему воды чтоб водичка пошла уже снова через помпу к теплосъемником и чувствовал себя очень хорошо все это дело так вот есть разные радиаторы одно секционный 2 3 4 5 и так далее и тому подобное разные есть размеры и скажем так чем больше тем лучше у меня был вчера спор естественно эта модель не претендует на том что знаете удельная производительность на секцию не топовая однако она берет своими размерами и в общем дело такое естественно можно вынести радиатор снаружи можно расположить его в большом корпусе можно сделать несколько радиаторов и в каскаде который у вас идет допустим после каждой греющейся части положить по радиатору тогда водичка будет стабильно холодная по всему продолжению контура если сделать так что к примеру там у вас всего лишь один радиатор который находится к примеру снаружи то после нескольких горячих частей на следующую часть которую нужно снимать тепло будет идти более подогретая вода поэтому это уже личное дело каждого как располагать радиаторы в каскаде и так далее и тому подобное чем в идеале после каждой греющейся части должен быть радиатор но это очень много места нужно в компьютере и это ну затратно скажем так потому что одно дело купить за 6000 такой радиатора другое дело купить три двухсекционника топовых ну скажем так каждый там по две с половиной три тысячи то есть это может выйти даже дороже но задача радиатора это передача тепла окружающей среде естественно может быть разное такое алюминиевая или медное оперение трубок по которым течет они могут быть плотные могут быть широкие радиатор может рассчитан на мощный поток может быть рассчитан на тихий поток в данном случае радиатор рассчитан на тихий поток воздуха проходящего через него вот такие вот ребрышки алюминиевые находятся широко далеко друг от друга поэтому все нормально мы получим неплохую производительность при том что вентиляторы будут крутиться тихо и его будет практически не слышно далее шланг я вам не показал но шланги это одно из тоже самых важных частей это как раз соединение этих элементов шланги бывают разных диаметров толщины и так далее там подобное разных материалов выберите каждый для себя об этом много статей есть написано чтоб шланги не просто же взяли воткнули там куда-то знаете да шлангам нужно соединение и соединение это так называемые переходнички между шлангом и частью фитинги я их так называю есть разное строение увидите у меня он такой закручивающийся сюда одевается шланг на шланге уже предварительно это гайка и закручивая эту гайку вы прижимаете шланг к соплу этого фитинга поэтому этот это крепление одно из самых надежных на самом деле на данный момент это такие фитинги я даже не помню как они называются закручивающиеся или не знаю в общем фишка в том что здесь есть закручивающаяся гайка вот такая которая прижимает шланг к соплу фитинг есть другое строение фитингов это без этой гайки вот он выглядит буквально чисто вот так вот в чем его суть вы одеваете шланг а сверху есть такая клемма зажим то есть вы спускаете на уровень вот этого сочленения и затягиваете клемму это тоже может быть вы знаете так симпатично но на самом деле мне не нравится внешний вид это стоит дешевле естественно с клеммами такими но вот вот эта штучка вот эта штучка выглядит получше мне так кажется все-таки эстетическая сторона вопроса в свого кота когда вы тратите достаточно большие деньги она имеет под собой определенную подоплеку вы не будете собирать свого чисто ради нет есть конечно люди которые чисто ради тишины и спокойствие собирают но сейчас это все больше и больше фетиш вы скажете а где же резервуар на самом деле резервуар это не совсем обязательная система компонент системе почему потому что ну в принципе все это может функционировать и без без резервуара даже я знаю некоторых людей которые собирают системы жидкостного охлаждения без резервуар просто вот вливая воду шланг с одной стороны добивается того что изгоняют из системы пузырьки и так далее и тому подобное но чтобы облегчить жизнь на самом деле радиатор вернее резервуар нужен во-первых это облегчает жизнь во-вторых создает определенный запас воды в контуре и в третьих это система которая еще позволяет хорошо вытравить воздух и облегчить заправку контура нам воздух в контуре не нужен потому что проходя мелкие пузырьки через помпу создается такое дребезжание и шум заливая в контур ну и плюс эстетически он очень красивый особенно цилиндр есть множество разных радиа yayразfrom есть резервуара из 525 атера есть резервуары которые совмещенные с помпой так и вот помпи посоединяется через стол так так еще есть ilo а резервуара это называется танк есть цилиндрические резервуары есть совмещенные резервуары которые вставляются в 525 отсек есть двухконтурные резервуары Которые тоже вставляются в 525 отсек То есть в 525 отсек маленький такой резервуар А снизу находятся помпы две И они обеспечивают работу двух раздельных контуров В общем очень много всяких резервуаров Это подобрать можно под себя Почему мне нравится колба? Она красивая Она самая красивая, что только можно встретить среди резервуаров На самом деле Ее можно крепить на стенку Ее можно крепить снаружи Ее можно подсвечивать С ней можно вообще делать все что угодно Вот вы видите у меня модель ЕК Мультирес по-моему X2 Это такая универсальная колба Не помню на сколько миллилитров Вы видите внутри вот такой черный плавничок Для чего нам это нужно? Это так называемый антициклон На самом деле Проходя вода по контуру Помпа разгоняет ее достаточно сильно То есть если к примеру Взять и соединить Вход и выход Помпы на нижнем уровне И такую маленькую фонтанчика сделать То она будет фонтанировать в самый Вот она длина Этого цилиндра И она будет фонтанировать в самую верхотуру Вы видите здесь также Огромное количество всяких заглушек И это придает безумную вариативность То есть вы можете выход Назначить здесь, 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 здесь Вход в резервуар может быть снизу Так и сверху Вода может падать вниз Вода может биться о стенку Вода может ходить снизу И контуру будет без всякой баламути То есть вода будет непоколебима Так вот, этот антициклон нужен для того Что вода, которая бьется Входит в колбу эту Она бьется о стенку Достаточно сильная сила такая И может создаваться завихрение воды Которые из-за того, что на самом деле Подменимым спокойствием воды Она безумно быстро поступает И безумно быстро уходит в помпу Могут такие, знаете, завитушки воды Когда вы открываете колпачок вот этого В ванну, да Сливаете воду из ванны Такой вот торнадо, такой смерч И может с помощью этого смерча Засасываться воздух в помпу И она будет гудеть Поэтому нам нужен антициклон Вот такой вот Он не будет создавать вот этих завихрений И вода будет равномерно поступать на помпу И обеспечивать ее работу В идеале Вот эту вот штуку Колбу надо располагать прямо над помпой Вот в таком вот виде То есть, чтобы вода Спадала прямо на крыльчатку Через шланг Какой-либо Нужного вам диаметра И красоты, и цвета И это была бы оптимальная работа Но Контур на то и контур Что он вариативен Но я считаю, что это в 90% случаев Самое оправданное решение Сделать так, чтобы Помпа была Сразу после Цилиндра Есть еще Много всяких вещей Таких как Контроллеры потока Там фулкаверы На материнскую плату Всякие присадки Жидкости и тому подобное Насчет присадок Я заправляю систему Обычно дистиллированной водой Но Каждый Уважающий себя Водянчик Всегда сталкивался с таким явлением Как Цветение воды Естественно Вода Заливается Определенные частицы Среди Жира Грязи Плюс Она проходя через контур Постоянно нагревается В теплом состоянии Это благоприятная среда Для развития Микроорганизмов И у меня было Пару раз такое Что через буквально 3-4 месяца Я обнаруживал Что у меня Такой зеленоватый Мутный налет На Всех моих компонентах Бороться с этим Можно несколькими способами Ну во первых Это не использовать Чистоводу Это Всякие антикоррозийки И так далее И тому подобное Далее Можно Использовать Продолжаем Моя камера Почему-то вырубилась Я использую Не Мы говорили о том Что же я использую В качестве Хладагента И есть много Всяких вариаций Использования Это Вода Это присадки К воде Это Изначально не вода Там всякие Антикоррозийки И так далее И тому подобное Все это Служит определенным целям Антикоррозийки Служат Для подавления Коррозии Для подавления Роста микроорганизмов Коррозию нам надо Подавлять Из-за чего Из-за того Что контуры Могут быть Из разных металлов И составлять Такую пару Гальваническую И это очень плохо Поэтому Не рекомендуют Медь С алюминием В контуре Держать Ну Да ладно Главное Как я боюсь С цветением Воды Ростом Микроорганизмов Я Делаю так Я заливаю Дистиллированную Воду В контур Капаю туда Биоцида Его хватает Где-то на полгода И далее Бросаю Вот такую Серебряную Пружинку Из Офигенного Серебра Качество По-моему 999 Я заказал Его из Америки Очень хорошее Серебро И у меня Контур так работал Полтора года Или два То есть Биоцида Хватает обычно На полгода Дальше Его действие Прекращается И с того момента Как действие Прекратилось Я ни разу Не обнаружил Налета На Какой-либо Части Моего Контура То есть Серебро Отлично Справляется С ростом Микроорганизмов И Вообще Очень полезная Штука Может быть Даже Можно пить Из контура Вот Очень много Разных Есть Финтифлюшек Очень много Разных Есть Моделей И С разными Характеристиками С разным Гидродинамическим Сопротивлением С разной Ценой С разным Внешним Видом Системы Водного Охлаждения Хорошего Качества Можно собрать За Скажем так Относительно Небольшие Деньги Во многих Обзорах Говорят Что это 70 тысяч Больше 40 тысяч И так далее И тому подобное Мне кажется Что С позиции Рационализма Можно Собрать Воду Хорошую Воду 1025 Это будет Практически Идеальная Вода Ее хватит Вам Не только Чтобы ее Не слышать Но и Чтобы Разогнать К чертям Все свои Компоненты Естественно Можно подходить К вопросу С эстетической Стороны Выбирать Определенные Фирмы Использовать Контроллеры Воды Использовать Несколько Помп Использовать Несколько Радиаторов Присадки Подсветки И так далее И тому подобное Это может Обойтись И в 70 И в 80 Тысяч И в 100 Тысяч Но Минимальная Цена Которая Собирает Хорош Вбирает Себе Все только Самое Лучшее От Системы Жидкостного Охлаждения Это На мой Взгляд 25 тысяч Рублей И Не поленитесь Если вы Интересуетесь Этой Темой Не бойтесь Астрономических Цифр Я понимаю Что 25 Тысяч Это тоже Дорого Но это Не 70 Не 80 Тысяч Если вы Заинтересованы Этой темой Я могу Рекомендовать Вам форум Называется Overclockers Ру Там есть Раздел Системы Жидкостного Охлаждения И По каждому Из элементов Можно выбрать И задать Интересующие Вас Вопросы Там даже Есть наброски Компонентов Которые Можно купить И не разочароваться В общем Много Всякого Добра Там есть Рассказал То что мог То что знал Всем спасибо За внимание Пока Субтитры